На встречу весне в Атласе и Адрасе в Таджикистане проходит акция, которая пропагандирует национальную одежду среди женщин. Инициаторы – Министерство образования и науки, Комитет по делам женщин и семьи. Модную инициативу поддержали все госучреждения страны. Зарина Абдуназарова продолжит. Вместо трогих костюмов – яркий платье из Атласа и Адраса. Студентки-преподаватели и все сотрудницы Академии госуправления теперь приходят в ВУЗ в национальной одежде. Я надеюсь, что весна станет еще одним поводом, чтобы наши девушки надевали красивые национальные платья. Уверена, в них и настроение поднимается, и работать, и учиться становится вдвойне интересней. А представители педагогического университета дефилируют по улицам столицы. Студентки считают, национальное платье в одно мгновение меняет весь образ женщины. Если ходить во всяком платье, всем показывает, что мы таджички. И мы будем добиваться того, чтобы поколение, будущее поколение, поколение после нас, чтобы тоже носили чаканы и Адраса и Атласа. Это красиво, и тем самым мы храним свою культуру. И это один из факторов развития нашей страны. Носить таджичские платья предложили в соответствии с пособием по одежде для девушек и женщин. Его Министерство культуры и профильный комитет разработали пять лет назад. Издание носит рекомендательный характер. В пособии отражена значимость национальной одежды и разработаны примеры для прогулок, работы и учебы. Как должны одеваться представительницы разных сфер – банков, образований, медучреждений. В этой рекомендации все указано. Мы должны, согласно ей, выбрать подходящий дресс-код. Согласно пособию, цвет платья указывает на возраст и статус женщины. Девушки до 25 лет носят яркие наряды. После 30-ти в основном однотонные. А те, что постарше, одеваются в сдержанных цветах – синим, бордовым, коричневым. Носить мини-юбки, прозрачные платья и черные одежды таджичкам не рекомендуют. Специалисты говорят, национальная одежда всегда была ниже колен и без глубоких декольте. Это копия одежды, которая была найдена в Фархорском районе. Это юг страны. Относится к первым-третьим векам нашей эры. Подобные носили при правлении кушанидов. Тут, например, изображены дерево и птицы. Ученые считают, что это и есть образцы первоначального изображения чакан. До наших дней дошел чуть в измененном виде. Но сама световая гамма всегда использовалась ярко, а лицо было открыто. Организаторы акции отметили, в национальных платьях меняется осанка. Эта одежда диктует сдержанность и скромность. А узоры напоминают обычаи и песни предков. А значит, помогают сохранить национальную культуру. Зарина Абдуназарова, Парвис Манонов, МИР24.